Праздник Нового Года Праздник Нового Года Давайте рассмотрим с вами понятие праздник. Праздник – это день торжества в честь или в память какого-либо выдающегося события. Например, 30 августа мы празднуем День Конституции. Второе значение – это веселье, торжество, устраиваемое кем-либо, по какому-либо поводу. Например, семейный праздник. Третье значение – слово «праздник» знаменует какое-либо важное приятное событие, а также оно означает само радостное событие. Например, тот день, в который навестит меня кто-нибудь, для меня праздник. Четвёртое значение слова «праздник» – переносное, испытываемое от чего-либо наслаждение, приятное радостное чувство, а также сам источник наслаждения, радости. И предложение для примера. На всех лицах, куда ни взглянь, виден праздник. С Новым годом мы связываем не только праздничное настроение, мы связываем ожидания волшебства. А что же такое волшебство? Мы сейчас с вами рассмотрим толкование этого слова в разных словарях. В словаре Ожегова слово «волшебство» означает чудодейственную силу, как колдовство – магические таинственные действия, которые воздействуют на силы природы и людей. По словарю Ушакова мы узнаём, что слово «волшебство» означает колдовство – сверхъестественные действия, магические приёмы, с помощью которых можно вызвать желаемые изменения в окружающей среде. По словарю Даля, волшебство означает волхование. Волх – это худесник, чародей, знахарь. Почему же праздник Нового года становится для нас самым желанным, радостным, волшебным праздником? Его празднуют в ночь с 31 декабря на 1 января. Новый год в разных странах празднуют в соответствии со своими национальными традициями. Однако символы и атрибуты Нового года во многих странах одинаковые. Это украшенная ёлка, гирлянды, шары, стеклянные игрушки. Это хлопушки. Самое главное – это надежда на лучшую жизнь в Новом году. Какие же слова-ассоциации возникают в нашем сознании, когда мы произносим праздничное слово – Новый год? Это ёлка, Дед Мороз, Снегурочка, праздничное угощение, исполнение желаний. Список этот можно продолжать, потому что у каждого человека наверняка найдутся свои слова-ассоциации, связанные с Новым годом. Но чтобы этот праздник прошёл весело и было хорошее настроение, к нему нужно готовиться заранее, чем и занимается большая часть населения земного шара. Итак, к Новому году готовятся заранее и составляют список дел, которые нужно завершить до конца текущего года. Затем подбирают себе костюм, в котором будут блистать в новогоднюю ночь. Кроме того, занимаются подготовкой подарков для своих родных и близких. Уборка дома – это обязательно, потому что существует множество поверья о том, что если в доме будет грязно, то в Новом году тебя будут ожидать какие-то неприятные события. Планирование дел в наступающем году – это тоже очень важная составляющая. Мы должны вступить в Новый год и знать, чем мы будем в нём заниматься и какие новые цели ставим перед собой. А теперь, ребята, переходим к грамматической части нашего урока. Сегодня вы знакомитесь с новой частью речи – имя числительное. Имя числительное – это самостоятельная часть речи, которая обозначает число, количество предметов и порядок предметов при счёте. Имя числительное отвечает на вопросы «Сколько? Который?». В предложениях имена числительные могут являться разными членами предложения. А теперь обратите внимание на экран. Имя числительное – очень интересная часть речи. Казалось бы, что осколки имён числительных можно увидеть в других частях речи – существительном, прилагательном и так далее. Например, рассмотрим слова «имя существительное» отвечает на вопрос «кто что?». Пятак. В слове «пятак» спряталось как будто бы имя числительное. Однако слово «пятак» является именем существительным. Имя прилагательное – какой? Семилетний. А теперь я предлагаю дополнить каждый ряд этой таблицы своими словами. Можете слова подбирать по аналогии. Ребята, я надеюсь, что вы справились с этим заданием, потому как я вам даже дала подсказку. Можно было бы подбирать слова по аналогии. Например, имя существительное. Было у нас слово «пятак», я добавила слово «единица». Имя прилагательное – семилетний, однодневный. Глагол – удвоить, утроить. Наречие – вдвоём, втроём. Числительное – сколько? Восемь. Который? Восьмой. А теперь давайте разберём вопрос «синтаксическая роль имён числительных». Перед нами предложение. Двое шли по тропинке. Кто двое? Числительное является подлежащим. Следующее предложение. Лыжник пришёл вторым. Лыжник что сделал? Пришёл вторым. Пришёл вторым – это сказуемое. Мы живём на втором этаже. На этаже которым? На втором. В втором числительное является определением. И последнее предложение. Мне нужно подойти к двум ученикам. Подойти к кому? К двум ученикам. Перед нами дополнение. А теперь, ребята, поработаем с текстом. В этом тексте нам с вами нужно выделить имена числительные. Можете выписать их на листочек. Поле Бородина. На территории в 109 квадратных километров 26 августа 1812 года произошло одно из грандиозных сражений в истории войны. Уже в 1820 году здесь был сооружён первый памятник в честь бригадного генерала Тучкова. А в 1839 году на батарее Раевского возвели главный монумент, запечатлевший боевую славу России. В 1912 году были воздвигнуты ещё 34 памятника. Я напоминаю вам, что имена числительные отвечают на вопрос «Сколько?», «Который?». Ребята, давайте проверим, какие имена числительные вы нашли в этом тексте. Именно эти имена числительные вы должны были выписать себе на листочек. Ну, а теперь я предлагаю вам заняться математикой. Вы покажете свои знания по математике, и в то же время мы с вами пополним знания по русскому языку. Нужно решить примеры, а затем заменить числа словами. К 25 прибавить 7 будет. От 50 отнять 15 будет. 75 разделить на 5 будет. Ребята, я уверена, что вы справились и с математической составляющей этого задания, и с тем заданием, которое я вам дала в контексте урока русского языка. Итак, нужно было посчитать и записать все цифры словами. Проверяем. К 25 прибавить 7 будет 32. От 50 отнять 15 будет 35. 75 разделить на 5 будет 15. А теперь, ребята, систематизируем материал, с которым мы познакомились сегодня на уроке по теме имя числительное. Итак, имя числительное – это самостоятельная часть речи. Отвечает на вопросы, который сколько. Имя числительное обозначает количество предметов, число, порядок предметов при счете. В предложении имена числительные могут быть разными членами предложения. На письме слова часто заменяются цифрами. А теперь, ребята, я предлагаю вам провести анализ собственной деятельности на сегодняшнем уроке. Посмотрите на эти выражения и закончите фразу. Итак, ребята, наш урок подошел к концу. Сегодня на уроке мы с вами познакомились с лексическим толкованием слов «праздник» – «волшебство». Мы с вами поговорили о приближающемся празднике – Новом годе. Кроме того, мы узнали о новой части речи имени числительном. Выполнили ряд упражнений. Я желаю вам успехов в освоении темы. До новой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok